Днем Светлого Христова Воскресения Светлого Христова Воскресения Днем Светлого Христова Воскресения Днем Светлого Христова Воскресения Единая Россия Автопробег носит гордое название «Мы помним». Участие в автопробеге могут принять все желающие. Обязательное требование – наличие собственного авто, украшенного патриотической атрибутикой, а также подача заявки в срок до 26 апреля. Ознакомиться с маршрутом и подать заявку можно в группе «Молодежь Матвея Курганского района» в социальной сети ВКонтакте. Наш долг – помнить подвиг старших поколений, воздавать должное тем, кто не щадил своих сил и самой жизни для победы, для торжества мира. Для педагогов Матвея Курганского района прошел семинар, посвященный формированию здорового образа жизни в молодежной среде. Вот если мы говорим ЗОЖ, что мы с вами, какие мероприятия проводим на сегодня? Ну, перечислите. Семинар. Семинар. О чем он рассказывает на семинаре? К чему он посвящен? Участниками семинара, посвященного здоровому образу жизни в подростковой и молодежной среде, стали все, кто работает с детьми и подростками. А провела его тренер регионального проекта «Начни с себя» Елена Шуякова. Это президентский грант, поддержанный на федеральном уровне. И вот сейчас мы ездим по области. У вас, по-моему, уже 29-я площадка, куда мы приезжаем. Мы встречаемся с муниципальными образованиями, с педагогами, с сотрудниками учреждений культуры. Общаемся на предмет того, что тоже такое культура здорового образа жизни. Цель семинара – помочь ребятам задуматься о ценности жизни, направить энергию молодых с пользой, как для их личностного становления, так и для пользы общества. Ну, наверное, не секрет для вас будет, что сегодня все-таки проблема с асоциальным образом жизни, с выбором вредных привычек, так называемых, молодежи. Да, у нас все-таки есть проблемы и с потреблением никотина, и с потреблением алкоголя. Ну и понятно, сейчас с этими наркотиками, это популяризация спайса и всего прочего в молодежной среде. Слышали, да, большая компания, как гибнет наша молодежь. Просто невозможно оставаться равнодушным, смотреть на то, что действительно происходит с нашей молодежью, с нашими детьми. В итоге участники семинара пришли к единодушному выводу, что здоровый образ жизни – это не только отказ от вредных привычек, это прежде всего высокий уровень духовно-нравственной культуры. И начинать надо именно с себя. В Матвеево-Курганском центре детского творчества состоялся 10-й районный фестиваль «Юные поэты Меусского края», посвященный Всемирному дню поэзии и году русской литературы. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Фестиваль поэтического творчества традиционно собирает юных поэтов со всего Матвеево-Курганского района. Этой весной он стал юбилейным, прошел в десятый раз. На протяжении всего этого времени его вдохновителем и организатором является методист Центра детского творчества Елена Чучалова. Во время проведения этого фестиваля было отрадно наблюдать многих детей, которые пришли к нам еще совсем маленькими и в прошлом году уже выпускались с 11-го класса. Они не покидали нас все эти годы. Приходят новые дети. Мы наблюдаем за ростом и развитием наших ветеранов, детей ветеранов. И хочется отметить, что с каждым годом уровень поэтического мастерства их возрастает. Но это не так важно, как важно то, что возрастает уровень проблем и видения детей, которые они преподносят в своих стихах. Как когда-то сказала Ахматова, если бы вы знали, из какого сора рождаются стихи, то я бы могла сказать, перефразировав ее, если бы наши родители и взрослые знали, из какого сора жизни наши дети выбирают темы. Как красиво они преподносят саму жизнь и окружающий мир в стихах. Как красиво они видят ее своими детскими глазами. Поэтому важность этого фестиваля, она неотменима. Она важна прежде всего в том, что она заставляет детей в обыденности этой жизни, в его компьютеризованности, смотреть на окружающее широко раскрытыми глазами и передавать это в своих стихах. И прежде всего чувствовать свою душу и выплескивать ее вот эти вот скромные поэтические строчки. Фестиваль «Юные поэты Миузского края» проходит при поддержке сектора работы по молодежной политике. Начальник сектора Светлана Гречко поздравила участников с юбилейным фестивалем и пожелала им творческих успехов. Год у нас объявлен президентом Годом литературы. И, наверное, это не случайно, потому что, вы знаете, в начале было слово. А наш русский язык – это наше культурное наследие. В нем заключено все. И очень важно его сохранить, он красив. Читайте русских поэтов, писателей, читайте нашу русскую литературу. Это наше огромное культурное наследие. Сохраняйте это слово. Я хочу вас призывать, вот, сохраните наш красивый русский язык. Если возьмете классическую литературу и почитайте, как выражали мысли наши предки, как красиво они говорили. Избавляйте речи от сленковых слов. То, что навязывает нам массовая культура. Сейчас мы говорим о другой культуре, это агентарная культура. Поэты, стихи – это, собственно говоря, творчество, наверное, присуще немногим. Это, наверное, да не наверное, это божий дар, потому что не каждый может действительно слово слагать в такие поэтические строки. Авторы представили широкую палитру поэтических произведений, соответствующих тематике фестиваля. Это романтическая, патриотическая и философская лирика, стихи о родном крае и окружающем мире. Не случайно в год 70-летия Победы многие обратились к военной теме. Я мать земля, я мать земля, зачем вы разрываете меня? За то, что вас я породила, за то, что всех вас полюбила, за то, что силы вам даю. За это рвете плоть мою. Остановитесь, люди, погодите, детей растите и хлеба косите, но прежде всех фашистов истребите. Призыв с земли родной услышан. Стеной им стали все, и стар, и млад. Словами подвиг русский не описан. Москва за нами, Киев, Сталинград. Солдаты родины моей, вы грудью землю защитили, спасая мир от нелюдей. Вы страны все освободили. И в каждом доме, в каждой хате историю войны мы бережно храним. За всех людей, за мир на этом свете. Мы вас, герои, всех. Благодарю. Любовь к малой родине – это, пожалуй, то, что объединяет произведения всех номинаций. Не сговариваясь, юные поэты назвали один источник вдохновения. Участвую я уже в третий раз, третий год подряд. Стихи у меня, рубрика «Философская лирика» вдохновляет. Меня, наверное, окружающая природа все-таки. И люди, которые меня окружают. Я живу в селе Ряжное Матвеево-Курганского района. Там очень красивые пейзажи, деревья. Протекает там река Меус. Мне очень радо. Мы со взрослыми там много купались, рыбачили. Вот я очень привязана к своей родине. И, наверное, никогда оттуда не уеду. Своя родная природа, свой родной край – это, наверное, самое большое вдохновение в моей жизни. Юные поэты посвятили свои произведения тому, что их волнует, о чем думают, о чем переживают. К темам прошлых лет добавилась новая – война на Украине. Протажная вершина власти, отдав свою страну врагам на русских братьев, скалит пасти и градом бьет по городам. Во лжи застряла Украина, поднявши мучу на свой народ. Домой в слезах пришла Полина. Война гражданская ей идет, но ей никто не отвечает. Ни мать, отец, ни старший брат. Мертвы. Зачем же убивают тех, кто ни в чем не виноват? Война идет. К чему искать виновных? Давно известна истина одна. Не гибнут те, кто разжигает войну. Не гибнут те, кому нужна война. Там люди потеряли кровь, там габает не дождь, а кровь. Пора войну остановить, ведь людям нужно мирно жить. 14 юных поэтов стали победителями фестиваля. Среди них Митрухин Кирилл. В своем стихотворении он поделился со всеми, о чем мечтает. Мне 10 лет, зовут меня Кирилл. Я думал, в этой жизни просто. Семья родная, брат Константин. Вторая школа, четвертый вверх, учитель. Моя мелькает жизнь и в суете, в минутах радости, порой и в огорчении. Я думал, что страшнее боли нет, чем боль от неприятных ощущений. Мне 10 лет, зовут меня Кирилл. Теперь я знаю, не все так в жизни просто. Когда впервые я услышал взрыв, и не один, на территории соседней Украины. Увидел плачущих людей, боль матерей, тревогу в каждом взгляде. Я понял, что всего главное, что в этой жизни ценно. Я говорю, открыто всем. Важнее мира нет на всей планете. Я так хочу, чтобы семья моя, брат Константин, мой класс, учитель. Все мы, все вы и вся земля увидела, услышала, смогла жить просто в мире. Вот это главная моя мечта. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиуси». Это пока вся информация. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Желаем хорошего настроения. Продолжение следует...